Девушки отдыхают Матинцев наградили орденами и юбилейными медалями в честь 30-летия независимости. За торжественной церемонией награждения наблюдала Айяна Рафина Рикпаева. Создавать детей гений будут в творческой школе в Алматы, где находится кузница будущих профи. Расскажу вам я, Дамир Анитов. Успешным и трудолюбивым матинцам сегодня вручили высшие государственные награды, ордена и юбилейные медали. Среди них предприниматели, учителя, общественные и политические деятели, представители творческой и научной интеллигенции. Их честовали во дворце республики, где прошел праздничный концерт. В мероприятии Алматы «Золотая колыбель независимости» участвовали Аким города Бакаджан Сагентаев и спикер сената Маулина Шимбаев. За торжественной церемонией наблюдала Айяна Рафина Рикпаева. Официальная часть мероприятия началась с пронзительной речи Акима города Бакаджана Сагентаева. Глава мекополиса рассказал об особенной роли Алматы, исторически ставшего колыбелью независимости. Именно в южной столице 16 декабря 1991 года был официально провозглашен суверенитет. Здесь же были приняты основополагающие документы независимого государства. «30-летняя годовщина независимости Казахстана для каждого из нас – значимое событие. За эти годы укрепился национальный дух, развивалась преемственность поколений, зарождалась современная история. Сегодня мы строим государство, придерживаясь идеи общенационального единства, мира и согласия Менгелек-Ель. Мы идем по проложенному нашими предками пути, мечтавшими о независимости». Выступил сегодня перед алматинцами и председатель Сената. Маулей Нашимбаев отметил, что за годы независимости Казахстан сформировал собственную государственность, и страна стала полноправным и влиятельным членом мирового сообщества. «В Алматы сформировано модернизационное ядро экономики будущего, креативный класс и активное гражданское общество. Сюда стекаются таланты из разных регионов страны. В Алматы сосредоточено более трети всех учреждений высшего образования и треть общей численности студентов страны». По воспоминаниям депутата четырех созывов, в том числе Верховного Совета, у Розавы Сабденова, обретение независимости стало волнительным моментом для всей страны. «Большинство голосовали за независимое государство. Вот друг друга смотрели, в глазах слезы были. Почему? Потому что веками мечтали наши предки, деды и так далее. И впервые мы получили государство независимое из Казахстана. Это редкое явление в истории». «Любой праздник, он несет в себе две задачи. Первое. С чем мы пришли к этому празднику? Мы пришли с состоявшимся государством, независимостью, с достойным нашим положением в мировом сообществе. И вторая задача – это то, что мы готовы сделать впереди, в перспективе. У нас огромный потенциал». Всего высшими государственными наградами от имени президента были отмечены 123 человека. Орденом Бары с третьей степени наградили председателя Союза писателей Казахстана Овухбека и Стаулета. Ордены Парасад вручили ветеранам труда и главного санврачу Жандарбеку Бекшину. Десятки учителей, предпринимателей, врачи и пожарные были отмечены почетными грамотами и юбилейными медалями. Каждый из них внес достойный вклад в развитие государства и укрепление независимости. «Когда я начинала свою трудовую деятельность, конечно, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата были менее охвачены учебным процессом, находились дома. Но сейчас создаются все условия для того, чтобы дети могли себя реализовать». «Алмата – это мой родной город, своему любимому городу, конечно же, процветание всех благ и всем жителям мирного голубого чистого неба над головой, такого же голубого, как наш флаг». Сегодня же на сцене Дворца Республики состоялся праздничный концерт. Мэтры отечественной эстрады, молодые артисты и творческие коллективы порадовали зрителей насыщенной концертной программой. Яркое выступление было у певицы «На зимы». Она исполнила казахскую народную песню «Кусни Курван». Трагедия в Кызлагаше, саммит ОБСЕ и таможенный союз. 2010 год для нашей страны выдался неоднозначным. С одной стороны, приняты судьбоносные решения. С другой, произошло ЧП в Аксусском районе, унесшее жизнь около полусотни человек. Мы продолжаем вспоминать историю независимости. Рамина Мирзалимова продолжит. 11 марта 2010 года навсегда останется в памяти казахстанцев как черный день. Плотина водохранилища «Казалагаш» буквально смела целый поселок с лица земли. В результате трагедии погибли 50 человек. Сотни пострадали и лишились крова. Казахстанцы тогда сплотились и не оставили жителей пострадавшего села и протянули им руку помощи. Тетя погибла тоже. Внучка нашли там. Через неделю я потом на опознание в Мурке ездил, смотрел. Сначала треск шел. Шум нарастает, нарастает. Усиливается все. Коровы мычат. Все, все, все. Это же ночью было, в час ночи. Обходит вода. И говорит, сразу тишина становится. Прям гробовая тишина. 2010-й стал по-своему историческим после передачи председательства ОБСЕ Казахстану. Республика стала первым государством Центральной Азии, первой постсоветской страной, удостоившейся такой чести. А сам саммит с участием 38 стран прошел в начале декабря в столице. Большая восьмерка и двадцатка обсуждают проблемы преодоления глобального финансового кризиса. Но пока поиск новой конкуреграции мировой экономики и валютной системы идет медленнее. Поэтому усилия ОБСЕ по укреплению экономической безопасности могли бы стать приоритетными, а финансовая экономическая безопасность выделена в качестве отдельной корзины. Глобальная экономика нуждается в мировой резервной валюте нового качества. Этот вопрос заслуживает особого внимания. Начало работы таможенного союза – еще одно знаковое событие в истории страны. Казахстан, Россия и Беларусь начали жить в новом безбарьерном пространстве. С этого дня на территории трех стран действует единый таможенный тариф. Импортные пошлины сделали одинаковыми. Все в том же 2010-м Нурсултан Азарбаев дал старт пятилетке форсированного индустриально-инновационного развития. В этот день, 24 года назад, Акмола была официально объявлена столицей Казахстана. 10 декабря 1997 года вышел указ Ельбасы Нурсултана Азарбаева о переносе главного города страны. Судьбоносное решение было принято Верховным Советом 6 июля 1994 года. А вот инициатором идей выступил первый президент. Спустя два года уже Астана по решению ЮНЕСКО получила звание «Город мира» и членство Международной ассамблеи столиц и крупных городов. А в марте 2019 года столица была переименована в Нурсултан после предложения новоизбранного президента Касымжумарта Токаева. Уважаемые телезрители, вы смотрите новости. Далее в выпуске. Оскорблял и бил кнутом. В Алматинской области Чебан застрелил обидчика из ружья. Подробности жестокой расправы смотрите в выпуске. Он несколько раз замахнулся кнутом. Я разозлился. Спасали детей из огня. В Актаун загорелся автобус с 30 пассажирами. Детали происшествия расскажем через несколько минут. Создавать детей гений будут в творческой школе в Алматы, где находится кузница будущих профи. Расскажу вам я, Дамир Анитов. К другим новостям. 41-летнего мужчину застрелили на пастбище в Алматинской области. Сообщение о найденном трупе поступило в полицию 3 декабря около 15 часов. В течение двух часов правоохранители установили личность убитого и задержали 39-летнего мужчину, признавшегося в содеянном. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий был установлен подозреваемый, который дал признательные показания. Подозреваемый показал, что в ходе словесной ссоры выстрелил в ногу потерпевшего из охотничьего огнестрельного оружия. В настоящий момент подозреваемый был задержан. И в ВС оружие было изъято. Проводится следственное оперативное мероприятие. По словам подозреваемого, причиной ссоры стали территориальные претензии. Затем последовали нецензурные оскорбления, а также насмешки, угрозы и агрессия. Из-за чего он и совершил убийство. Он несколько раз замахнулся кнутом. Я разозлился. В руках было ружье, заряженное всего одним патроном. Я выстрелил. В Актау загорелся автобус с детьми в салоне. Инцидент произошел вчера, предположительно, в 17.30. Видео с моментом происшествия моментально распространилось в интернете. Пользователи социальных сетей сообщили, что в результате ЧП погибли люди, в том числе дети. Однако на странице Акимата Актау в Инстаграм эту информацию опровергли. Местные власти сообщили, что жертвы пострадавших нет. Всего в салоне автобуса находились порядка 30 человек. Их вовремя эвакуировали. Перевести пенсионные накопления на депозит в отбасы банки можно будет онлайн. Об этом сообщила глава финансовой организации Лязат Ибрагимова. По ее словам, процесс станет доступным с 16 декабря. В течение четырех выходных дней в ипотечном банке планируют открывать накопительные спецсчета. Она также добавила, что в целях информационной безопасности платформа будет работать только с казахстанских IP-адресов и рассчитана на работу с планшетных или стационарных компьютеров. Коронавирус способен вызывать поражение полости рта. Об этом сообщают в Казахстанской стоматологической ассоциации. Чем вызвана такая беспокойность, узнаем у специалистов, а также у Айданы Нураш. Она присоединяется к нам в студии. Айдана, что это получается? Ковид влияет теперь на улыбку человека. Дин, не совсем так. Здесь речь идет о язвах, бляшках и грибковых инфекциях в полости рта. Может встречаться и расстройство вкуса. Об этом свидетельствуют зарубежные исследования. О последних новостях сейчас расскажу. С самого начала коронавирус характеризовался как заболевание, поражающее дыхательные пути и легкие. Однако с течением времени инфекция приобрела новые способности. Вирус проникал в другие части тела, такие как пищеварительная система, кровеносные сосуды, почки и полость рта. Причиной возникновения последнего может быть системное ухудшение состояния пациента, говорят зарубежные ученые. Помимо этого воспаления во рту могут быть связаны с побочными эффектами от применяемых лекарств. Такой исход событий всерьез обеспокоил и отечественных стоматологов. То, что видим стоматологи каждый день с заболеваниями слизистой оболочки полости рта, настораживает, пугает. Постковидные осложнения в полости рта очень тяжелые. Они часто сопровождаются некрозом слизистых тканей. Некроз доходит иногда до костной ткани. Тем временем африканский омикрон завоевал интерес ученых со всего мира. На сегодня точно известно о его высокой заразности. Этот вид ковида уже обнаружили в 57 странах. По словам специалистов, у нас пока его не выявили. Хотя, кто знает, как спрогнозировал главный санврач города Жандарбек Бекшин, появление омикрона в Казахстане – дело времени. Вирус распространяется со скоростью реактивного пассажирского лайнера. Мы видим, что при такой системе, при его свойствах и по патогенезу заболеваемости, когда человек находится в начальной стадии, завоз возможен. С появлением омикрона многие страны начали принимать оперативные меры. К примеру, в Европе решили немедлить с ревакцинацией. Бустерную вакцину там предлагают уже через три месяца после завершения первичной прививки. Текущая рекомендация заключается в том, чтобы вводить бустерную дозу через шесть месяцев. Но доступная на данный момент информация свидетельствует, что бустеры могут вводиться уже через три месяца после завершения первичной вакцинации. Если такой короткий период представляется желательным с точки зрения общественного здравоохранения. Тем временем в США подросткам разрешили ревакцинироваться. Им будут вводить Pfizer. Повторную вакцину маленькие пациенты должны получить не меньше, чем через шесть месяцев после окончания курса вакцинации. Ну а у нас иммунизация школьников идет уже в четвертую неделю. За это время привились 130 тысяч казахстанских подростков. И это тоже плюс к показателям коллективного иммунитета. В Алматы он составил 57 процентов и это не предел. Правда, Дин? Да, Айдана, я считаю, что есть стремится куда. Если не ошибаюсь, должны привиться как минимум 80 процентов населения, чтобы достичь коллективного иммунитета. Айдан Нураша о постковидных заболеваниях и ревакцинации подростков. А мы продолжаем выпуск. В Алматы открылась первая творческая школа с семейным форматом обучения. В учебном заведении мальчишек и девчонок, а также их родителей обучат журналистскому мастерству и помогут освоить азы шоу-бизнеса. Подробнее о кузнице будущих профессионалов узнал Дамир Анитов. Страсть девятилетней Далии, рисование, то, что у девочки талант, говорят и педагоги. Потому развить свои природные данные она пришла в эту творческую школу. Сегодня Далия осваивает искусство рисования портретов у таких мастеров, как Нурлан Абишев. Работы популярного художника известны далеко за пределами нашей страны. Я занимаюсь около месяца. И я тут учусь рисовать фрукты, натурморты и еще штриховать правильно. Я выбрала корфи рисования, потому что мне очень нравится рисовать, я в будущем хочу стать художником. Кружки вокала, изобразительного искусства, радио и модельная школа. Вот так творческая кузница поражает своим многообразием. А в этой школе будут готовить радиоведущих и дикторов. Что сказать, оснащение здесь топовое, не уступает оборудованию республиканских каналов. За столом можно вести стримы и подкасты, а это в первую очередь умение держать себя в кадре и импровизация. Сейчас здесь обучаются около 20 детишек. Есть среди них и особенные, для которых, к слову, предусмотрены определенные льготы. Наравне с одаренными детьми будут обучаться дети, особенные дети. И они будут обучаться на грантовой основе, то есть благотворительной основе. Кстати, уникальность школы в необычном формате семейного обучения. То есть дети вместе с родителями могут посещать одни и те же кружки и научиться чему-то новому и интересному. Дамир Анитов, Сагандык Нарыков, телеканал Алматы. Алматинская художница покорила сердца пользователей ТикТока. Девушка одновременно нарисовала три портрета лидеров партии Алаш. Видео ее творения стало вирусным и набрало больше миллиона просмотров за несколько дней. О необычной технике автора привлекательных рисунков расскажет Динара Сабитова. 27-летняя художница под псевдонимом Ассоль рисует с четырех лет. Сейчас в ее коллекции более 150 работ. В основном девушка создает гиперреалистичные портреты маслом на холсте. На каждую картину, говорит, уходит около полутора месяцев кропотливой работы. Неделю назад она выложила в ТикТок процесс создания портретов трех выдающихся личностей одновременно. Это видео стало вирусным и набрало больше миллиона просмотров всего за несколько дней. Ко дню независимости захотела написать портреты лидеров Алла Шарты. Но я думаю, они заслуживают быть увиденными. Тем более, ну, показать, ну, не знаю, как-то поднять дух нашего народа, показать мою любовь к моей родине, к нашим историческим личностям. По словам художницы, она давно вынашивала идею создания портретов исторических личностей, но ей не хотелось писать их в классической живописной манере. Тогда она и решилась на необычный эксперимент. Для этого ей понадобились линейка, три карандаша и обычный скотч. Нужно контролировать одновременно три портрета, где-то два штриха параллельно делать, где-то три. Надо смотреть, чтобы область закрашивания была одинаковая. Ну, где-то приходится по одному карандашу проводить. Нередко Ассоль посвящает свои работы, личностям, творчеством которых она вдохновляется. Среди них портреты Батырхана Шукенова, Димаша Кудайбергенова, Скриптонита, Джахалиба и Геннадия Головкина. Сейчас девушка работает в новом направлении. Это изображение женских мифологических образов из казахского народного фольклора. Динара Сабитова, Жекслык Тлеппергенов, телеканал Алматы. Редкую коллекцию винтажных мотоциклов собрал житель Петропавловска. Сейчас у него больше 42-х колесных железных коней разных марок и моделей. Самые раритетные из них выпущены более полувека назад. Посмотреть на творения жителя приезжают даже туристы из-за рубежа. Все о ценителе мотоциклов и его коллекции расскажет Рустам Ралбаев. От нестареющей спортивной классики до обычных эконом-вариантов. В коллекции Ильи Загова есть мотоцикл практически на любой вкус. Один из редчайших экземпляров – Харли Дэвидсон с собственной историей, который побывал на полях сражений Второй мировой войны. Это реально мотоцикл, который участвовал в боевых действиях. Вот в таком он состоянии нашел я его. Нашел я его в Усть-Каменогорске около 10 лет назад. За это время удалось мне… Ну, я восстановил двигатель, частично его доукомплектовал. У него запчасти покупаю в Америке. Илья рассказывает, многие его мотоциклы, восстановленные большим трудом, участвуют в городских мероприятиях. К примеру, железные кони военных лет были представлены в параде на 9 мая. А еще гараж Ильи Загова успел стать местной достопримечательностью. Сюда, да, как бы до ковидные времена много приезжало людей. В основном это мотоциклисты, которые транзитом едут, иностранцы. У меня друзья-байкеры, я сам катаюсь на мотоцикле. Поэтому собираются, заезжают сразу, знают, что нужно завезти сюда людей. Поэтому тут иностранцев много было, россияне. То есть заходят, охают, ахают. По словам коллекционера, он никогда не пытался сделать свое увлечение источником дохода. Его мечта – сохранить достойные творения тех времен на радость ценителям. Рустам Аралбаев, Алина Нургожина, телеканал Алматы, Североказахстанская область. Художественная подсветка, баннеры с госсимволикой, инсталляциями Алматы готовится встретить главный праздник страны. В преддверии 30-летия независимости мегаполис заметно преобразился. К юбилейной дате украшены площади, улицы, фасады административных зданий. Репортаж об оформлении города подготовил Ануар Мангельдинов. Алматы готовится ко дню независимости. В преддверии праздника коммунальщики украсили мегаполис. Установлены билборды, медиаборды, малые архитектурные формы. Конструкции расположены в самых людных местах города. Ко дню независимости город заметно преобразился, говорит студент университета Нурмубарак Абдулхафиз Тадыков. Вот так, прогуливаясь вместе с родителями, которые приехали к нему погостить, парень с гордостью показывал им достопримечательности мегаполиса. Прогуливаясь вместе с родителями, я осознал, что учусь и живу в замечательном городе, который по достоинству занимает особое место для каждого казахстанца. В преддверии дня независимости Алматы стал краше. Поздравляю всех с праздником. Мне здесь все нравится. Где бы ни прошли, везде красиво и светло. Эти малые архитектурные формы радуют глаз. Чувствуется, что скоро праздник. Необычные архитектурные конструкции с подсветкой установлены на площадях Республики Астаны имени Абая в парке первого президента у высокогорного катка Мидео перед зданием Алатау Креатив Хаб. По всему городу размещены билборды с праздничной тематикой. То, что ставят такие вот билборды, которые напоминают и говорят, ну чуть-чуть рассказывают про историю, мне кажется, это важно и очень помогает. Мне очень нравится. Это очень круто показывать молодежи и вообще туристам вот нашу культуру, этнос. Это наш главный праздник. Конечно, мне нравится, когда украшают. Так и должно быть. В городском Акимате отметили. Тематическое оформление подчеркивает торжественность юбилейной даты, пробуждает патриотические чувства и мысли о достижениях независимости. В рамках празднования в мегаполисе запланированы ряд мероприятий, которые пройдут во всех районах города. Ануа Роман Гильдинов, Мухтар Тайжанов, телеканал Алматы. Ну и напоследок о погоде на предстоящие выходные. Новая волна холода придет в Казахстан. Согласно прогнозу синоптиков, антициклон вызовет понижение температуры воздуха сначала на западе, а затем и на севере страны. Ночью в этих регионах столбики термометра поопустятся до 15-25 мороза. В южных областях будет тепло, на них будет влиять южный циклон. Однако возможны обильные осадки и гололед. Уважаемые телезрители, это пока вся информация. К данному часу еще больше новостей вы найдете на сайте алматы.тв и ютуб-канале Алматы ТВ Ньюс. Субтитры подогнал «Симон»!